Ребята, всем привет! Сегодня у нас 20 сентября и на завтра обещают заморозки. Ну как заморозки, температура будет в городе где-то градуса 3. Если в городе будет 3, значит здесь будет минус 1 либо минус 2. Я расскажу вам, как я спасаю свои перцы в открытом грунте, чем я их укрываю и как они у меня сохраняются при температуре минус 5 градусов. А сейчас давайте вам расскажу и покажу. Вот так, ребята, я выращиваю свои перцы. Вот так они у меня стоят под дугами. Это пластиковая арматура семерка и сетка 45% затенения. Вот здесь для меня посажено 40 кустов хабанера Адальберта. Вот это один сорт вот под такой сеткой. Вот целое лето она у меня стоит накрытая. Сейчас вам покажу. Чуть-чуть сверху. Вот так вот. Здесь капельная лента у меня проложена. Все это дело прокапывается. Так как у нас участок находится на склоне. Внизу находятся стовки метров 40 и начинаются водоемы. если малейший перепад температуры нижняя часть вся полностью обмерзает. За счет того, что идет испарение влаги со стовков. И, короче, все замерзает. Так. Вот завтра будет... Ну, не завтра, рубляю этой ночью. Температура опустится где-то может, может, до нуля. Может быть, минусовая. И, короче, я вам сейчас буду показывать, как и чем я это дело все укрываю. Вот, ребята, агроволокно, в котором я укрываю свои перцы. это агроволокно 30-ка. Есть 17, 22, 24 и до 80 плотности. Вот это агроволокно выдерживает температуру до минус 5 градусов. Сейчас мы накроем ее и вот под этим агроволокном перцы мои будут стоять до ноября месяца. Может, даже ноября. В прошлом году я снял уже где-то в середине ноября, когда уже стали сплошные морозы, и днем, и ночью. Так что пришлось снимать и собирать весь урожай, все, что осталось. Сейчас накрою и расскажу вам конкретно, как что, как нужно накрывать. Вот, ребята, накрыл уже агроволокном дуги. Это агроволокно у меня уже третий год. Ну, как бы еще пока держится. Я накрыл прямо поверх затеняющей сетки. Здесь есть некоторые нюансы, когда будете накрывать агроволокном ни в коем случае, чтобы ваши растения не касались агроволокна. Можно там сказать 4-5 сантиметров от самого волокна. Потому что, когда будут заморозки, все, что прислоняется к агроволокну, все замерзнет. Листочки, все-все-все-все промерзает. Надо желательно, чтобы оно все было чуть-чуть выше. Так, ширина агроволокна 3 метра у меня. Они разные есть. 3, 4, 6, там и так далее. Дуги со стеклопластика. Длина дуги тоже трехметровая, по 3 метра порезаны. Хотя, когда я его вставляю в землю, туда сантиметров 10 загоняю в одну сторону, в другую 10 сантиметров. И получается, вот у меня, видите, такой еще кусок агроволокна ложится на землю. И я прижимаю кирпичами его. Вот. Здесь у меня установлены две дуги, чтобы оно пошире было. Вот так вот. И с той стороны прижимается. Вот так оно у меня будет стоять до ноября месяца. Ну, короче, когда начнутся стабильные заморозки, тогда все это снимется. Вы можете открывать его. Так как я не живу на даче, у меня нет возможности постоянно открывать. Вот если, например, хорошая погода. Ну, сегодня не скажешь, что хорошая погода, как вы видите, похолодало, где-то градуса 8 сейчас на улице. Если у вас будет температура минус 3, минус 5 на улице рано утром, градусники ложил, рано утром открывал, смотрел. Если на улице минус 3, то под агроволокном где-то градуса 8. 7-8 градусов, плюсовая температура. Соответственно, конденсата полно. Ну, капли довольно быстро испаряются. И еще один нюанс. Ни в коем случае не ложите, не накрываете пленкой полиэтиленовой. Иначе сразу у вас перцы все 100% дают гарантию, они всего замерзнут. Ничего не должно быть. Дуги и агроволокно. Все. Высота дух не должна превышать полтора метра. Чем ниже к перцу, тем лучше. Почему? Потому что за день под агроволокном во многое где-то до 5-6 градусов выше температура, чем, к примеру, на улице. Почва прогревается, а ночью она постепенно остывает. И полностью под всем вашим накрытием температура выше. И за счет этого ваши растения не замерзнут. Вот как бы самые основные факторы. Желательно, конечно, когда солнышко, открывать их. Если я сейчас не открываю, у меня температура здесь под агроволокном гораздо выше, чем, к примеру, на улице. Свет, ну, свет, конечно, как вы видите, сейчас не очень светло. Мне кажется, этого света вполне хватает. Да, созреваемость, конечно, гораздо ниже, чем, к примеру, когда солнышко, когда тепло. Для растений самое главное тепло. Всегда под агроволокном у вас будет во много раз теплее, чем, к примеру, на улице. Как только солнечная погодка, открыли, закрыли, но у меня нет такой возможности. Я приезжаю всего лишь раз в неделю сюда, и они у меня постоянно закрыты. Созревает, конечно, медленней, но созревание идет. Какие бы заморозки не были, хоть даже они вас 4 дня будут держать, минус 4, минус 5 градусов, все равно под агроволокном будет тепло. Ничего не осыпается, ни листья, ничего. Единственный сорт, если вы выращиваете, это хабанера шоколадный, этот, конечно, такой, что не любит такую температуру. Он сразу сбрасывает листья. Если ниже 10-15 опустилось, он может сбросить листья. Все остальные стоят при температуре, даже если под агроволокном будет температура плюс 4 или плюс 5, листья. Листья будут стоять зеленые, чувствует он себя великолепно, ничего не засыхает, ничего не сворачивается, листья у него, влаги ему хватает, почему-то уже идет испарение. Ну, в общем, ребята, вот такая вот информация. Если вам понравилось это, вы можете сделать у себя дома. Ну, конечно, желательно агроволокно брать не меньше тридцатки. Можно, конечно, взять и поплотнее, оно будет больше до 7, до минус 8 градусов температуру выдерживать, но солнца, соответственно, будет меньше. Хотя у меня здесь затеняющая сетка и плюс агроволокно. Вот такая вот, ребята, освещенность под сеткой, сеткой агроволокно. Ну, как видите, мне кажется, видно, вполне нормально. Поправлял капельный полив, прорвало в теплице под агроволокно. На улице сейчас 8 градусов тепла. Но внутри здесь просто пекло настоящее. Я не знаю, сколько здесь градусов, градусника нету. Прямо-то открываю просто как с печки. Температура здесь, мне кажется, градусов 18. Фу, жара, жара неимоверная там. Так что, ребята, накрывайте агроволокно и радуйтесь. Если, ребята, вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Если кому-то что-то непонятно, пожалуйста, можете оставлять комментарий. Я обязательно отвечу на любой комментарий. Так что, ребята, всем удачи и больших вам урожаев!